Привело меня сюда. Обычно пила нефрит, но у меня была врожденная патология. У меня одна карликовая почка. Я на одной почке родила двух детей. Ну и в общем почки мои перестали работать. Любовь Ивановне 55. В 96-м году она попала в больницу, ходила на гемодиализ, процедуру, на которой машина выполняет функции отказавших почек. В 98-м женщине пересадили донорскую почку. 19 лет спустя отказала и она. Теперь снова гемодиализ. В отделение хронического диализа клинической больницы ежедневно на процедуры приходит по 60 человек. Чистить кровь необходимо через день, уходит на это 4 часа. Чаще всего причина болезней почек – другие заболевания. Такие как сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии. Гораздо реже серьезная почечная недостаточность вырастает из обычного пиелонефрита. В заместительной почечной терапии в настоящее время есть три вида. Это гемодиализ, перитониальный диализ и пересадка почки. Перитониальный диализ можно делать и дома. Для этого специально обучают родственников. Сейчас в больнице есть вся необходимая аппаратура. В ближайшие три месяца и эта процедура встанет на рельсы. Пока же на гемодиализ ходит 114 больных. В очереди на пересадку почки 90 человек. Последний вариант обещает практически идеальную жизнь. Но спрос на него все еще превосходит предложение. Чтобы избежать пожизненного лечения, важно вовремя поймать заболевание. Почечная патология, она такая бессимптомная. Поэтому симптомы появляются только уже в терминальной стадии. Поэтому в первую очередь с этим сталкиваются врачи-терапевты, кардиологи и эндокринологи. Проблемы с почками лучше всего выявляют общий анализ мочи. Из профилактики врачи советуют не заниматься самолечением, отказаться от вредных привычек и не простывать. То есть бомбочки-колотки – это зло. Это зло. Это зло. Это очень большое зло, на мой взгляд. Почему? Так называемые подвороты неизбежно приводят к переохлаждению и простуде. А там и до отказа почек недалеко. Илья Кочетков, Дарья Эдемиллер, Андрей Печоркин. День с толком.